Хорошо ли это для женщины работать в чисто мужском коллективе, если в этом специфика профессии? Нормально? Почему нет? Будьте центром внимания, все будут вас любить, но не надо поддаваться. Надо быть очень строгой внешне, ничего не открывать и выполнять свои обязанности. Смотрите, когда женщина работает где-то и она все открывает, она открывает все, она такая открытая для всех, то что происходит? Она со всеми мужчинами устанавливает близкие отношения, то есть интимные части женского тела сразу же предназначены для близких отношений. Человек просто смотрит на них, все, у него уже близкие отношения с этой женщиной связаны, все сразу, тут же. То есть интимные части тела, вы понимаете о чем я говорю, предназначены только для мужа и для детей, когда они маленькие. Все, больше нет для кого. Поэтому женщина должна в любом, хоть женском, хоть мужском коллективе закрывать те части тела, которые сильно притягивают внимание. Притягивают они, не притягивают, притягивают, так устроена психика женщины. Она притягательная, женщина притягательную природу имеет. Смотрите, если женщина притягивает внимание, как ведут себя мужчины, они начинают ее эксплуатировать. Вот если женщина так себя ведет, то мужчина, допустим, она секретарь, начинает пытаться эксплуатировать ее красоту, заигрывать с ней, общаться, заискивать и так далее, понимаете. Если она, допустим, открытая, вот такая, доступная, но она ему не нравится, тогда он начинает пользоваться ей, пытаться ее заставлять больше работать. Ну то есть ему надо все равно как-то сделать так, чтобы ее победить. Потому что мужчин, когда женщина открывает свою интимную энергию, ему всегда надо побеждать. Вот представьте, сразу 40 мужиков начнут вас побеждать. Легко жить, нет? Ну, нормально, нормально. Мне нравится такая жизнь. Ну хорошо, тогда я ничего не могу вам сказать. Но если вы все-таки хотите нормально жить, потому что смотрите, что происходит. Когда девушка идет по улице, и у нее больше отсутствие одежды, чем присутствие, то в этом случае она одной на бой пишет, другой зачеркивает, так идет очень красиво. Летящей походкой ты вышла из рая и скрылась из глаз, белая моя. Ну то есть вы вот так ходите, да? Что происходит в это время? Все мужчины, которые вас видят, они в это время кушают вашу красоту. Ням-ням делают. Они чувствуют, опа, красивая. Пошел кушать. Вкусно же? Вот. Но если кто-то что-то кушает, это кончается или нет? Кончается. И вот смотрите, вы приходите домой. Вот женщины, которые открываются вот так на улице, они приходят домой, у них дома очень холодное сердце, изнеможенное. Почему? Потому что ничего не осталось тут кушать. Мужу ничего нет, детям ничего нет, нечего дать. Все, тю-тю. И поэтому грубость наступает. Почему женщина грубит? Потому что она изнеможена. Она истощилась. Она на работе все отдала. Везде все отдала. Все. Смотрите, это другой вариант. Женщина закрытая. Ведет себя как мать на работе. Много мужчин, но она строгая. Потому что она замужем, женщина замуж вышла. Все, как мать уже для всех. Все. Не замужем, как дочь. А если хороший человек, можно улыбнуться. Ну, очень. Как женщина должна улыбаться? Смотрите, сейчас объясню. Если девушка хочет найти себе хорошего мужа. Из две категории мужчин. Одни кабелина, другие не кабелина. Хорошие мужчины, не кабелина. Как себя ведут? Им стыдно смотреть на женщин, которые открыты. Потому что они в женщине хотят видеть сердце, а не тело. Они хотят жениться, жену себе найти, а не любовницу. Знаете, разница, нет? Жену означает тузкий, с кем жить, а не с кем сексом заниматься. Сексом заниматься же 5 минут всего, а жить 24 часа в день. Вот. То есть, такие мужчины, которые хотят жениться, они смотрят на человека. А не на его прелести. Пытаются понять, с кем жить. Это же не такие дурачки. Понятно, что жить с человеком надо. А те мужчины, которые хотят секс, они не смотрят на человека. Они смотрят на прелести. Ну, вот, есть контакт. Все, то есть, не надо ничего. Все, нормально, красиво. Пошло, пошло, пошло. Ищем. Встречаемся. Уволакиваем куда-нибудь. Все. Больше ничего не надо. А если они хотят жить с человеком, еще и смотреть на прелести? Это значит, что вас не хватает в семье духовной жизни. Совесть сильнее невежества. Сделайте в своей квартире оплот совести. Пускай у вас будет алтарь в квартире. Когда человек бессовестный в алтарь заходит, где алтарь, у него сразу же бессовестность проходит. Это значит, что человек не может перед алтарем с голой задницей побыть. Это невозможно. Поймите такую вещь, что все зависит от того, как вы создаете свою жизнь. Если ваша жизнь создана неправильно, то будет неправильный результат в отношениях с мужчиной. Женщина от природы склонна к религиозности. Почему? Потому что это ее обязанность. Создать в семье атмосферу, в которой у мужчины будет стыдно гулять. Если он без надега, без надега, нет пути из лабиринта, нет выхода из такой жизни. Пока человек находится в страсти, благость означает, я виноват, искать свою вину, своей судьбе. Что он о рецептворении вашей судьбы. Он палач для вас. А вы наказуемы в вашей судьбе. В его судьбе вы палач. Но мы говорим сейчас о вашей судьбе. Слепон здесь сидел, а в его судьбе вы говорили. Если он виноват, без надега. Выхода нет. Нет, просто сплошная без надега. Даже если поменять человека, тоже без надега. Три года наслаждаемся, потом опять без надега всю жизнь. И так всю жизнь. Нет вариантов никаких. Ищите вот здесь проблему, вот здесь. Это не просто. Вот я не могу вам объяснить, это моя проблема. И ваша проблема, у меня не хватает энергии любви для вас. Я должен вам больше дать этой любви силы, чистоты в сердце, чтобы вы поняли, что это такое. Мне не хватает, я чувствую, что не хватает. Это малый момент в своей семье. Этим моментом помогает сейчас. Правильная возможность вам рассказать правду. Кто виноват, он или вы. Не знаете, вы спасибо вам больше. Сейчас вы просто с этим согласились. Это правильно. Веды говорят, что сначала человек должен с правдой просто согласиться. И просто из чувства долга так думать. Потом он узнает о ней. Современная культура говорит, не понимаешь что-то, не делай. Веды говорят, надо делать правильно. Понимаешь ты это или нет. Потом поймешь зачем. Вот понимаешь, не понимаешь, надо открытым не ходить женщинам. Надо делать правильно. Потом поймешь зачем. Понятно, да, система? Мужчину легко распознать. Хороший, плохой. Просто по своему поведению. Надо правильное поведение выбрать. И так в коллективе одни мужчины. Это нормально. То есть одеваетесь прилично. Ведете себя строго с ними внешне. Они вас начнут сразу все уважать. Сразу же. То есть есть два варианта. Или вы ведете неправильно, они все мучают вас. Или второй вариант. Вы одеваетесь строго, ведете себя строго. Сразу же они начнут вас уважать. Сразу же. И вам будет классно там работать. Потому что одна женщина в мужском коллективе, она ведет себя как мать. И все. И они все просто будут как шелковые. Одна женщина заходит в мужской коллектив, все мужики становятся как шелковые. Вот одна заходит, все, сразу они меняются в поведении. 40 человек есть, все 40 меняются. Они уже не могут материться к женщине. Не могут вести. Но если женщина открытая, они будут вести себя на год. Они будут наглеть. Женщина порядочно себя прилично ведет. Одному сказала пару слов. Все над ним угорают. Сразу. Все. Она контролирует ситуацию сразу. Если кто-то на нее наехал, она ему как ответила строго. Все над ним угорают. Почему? Потому что она сильнее. Женщина сильнее. Все же это знают. Продолжение следует.